Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу, продолжает, потому что уже была одна программа. Театр одного актера Майкл Мелехов рассказывал про 31 октября, а сейчас у нас на связи программа «Астрологическая», гораздо более точнее, особенно, когда в ней участвует специалист, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы Андрей Бухарин, которого я очень рад видеть у себя на экране монитора. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Майкл! Взаимно рад видеть вас также. Приветствую всех радиослушателей Сан-Гейтс-радио. Да, ну, 31 октября, последний день октября месяца и праздник, который кто-то, как я уже сказал, отмечает, который называется Хэллоуин. Вы знаете, 25 лет тому назад такого праздника в Советском Союзе, ну, на границе и вообще мы не знали, я лично не знал, поэтому я его не отмечал ни тогда, ни я его не отмечаю и сейчас. То есть, с моей точки зрения, отмечать хоррор – это как бы дело вкуса, конечно. Но что самое интересное, самое интересное – 31 число. Ведь оно же не случайно, 31 числа сделали, потому что в соответствии с физической нумерологией, я говорю сейчас только про нумерологию, это четвёрка, а четвёрка – это раху. И это как раз полностью соответствует той энергии, в низшем её проявлении, которая соответствует этому празднику, который сейчас отмечает. Но мы можем, может быть, два слова Андрея там скажет, что он по этому поводу думает, но, в принципе, наша тема на сегодняшний день, дорогие друзья, это астромедицина. И то, что, как бы, ещё раз, нам всем необходимо знать, если у вас есть какие-то вопросы, замечания, дополнения и предложения, вы можете это сделать, если вы пойдёте на нашу веб-сайт, sungatesradio.com, sungatesradio.com, если вы пойдёте в Facebook, sungatesradio, ну, и на YouTube все наши программы записываются, выставляются в эфир после этого, ну, и, соответственным образом, можно с ними ознакомиться. Ну, а сейчас давайте я проверю только сейчас, запись, да, запись у нас идёт, и мы начинаем нашу программу, ещё раз, Андрей, вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, да, я хотел бы, ну, с какого, наверное, последний вопрос отвечу по астромедицине, ну, тема вообще интересная, конечно, она сама по себе, скажем так, мало, довольно мало раскрыта в астрологической литературе, и лекциях также астрологических, ну, скажем так, меньше всего о ней рассказывают, потому что тема, она сложная. И, естественно, в рамках формате радиопередачи, то есть никто не будет сейчас читать лекции, семинары по астромедицине, но общие такие некоторые пожелания и ключевые моменты для того, чтобы быть здоровым, я готов озвучить. Один из показателей такой вот, чтобы жить в гармонии с циклами космоса, это, кстати, новолуние. Это как раз когда новая начинается месяц Луны, и очень часто, независимо, мужчины или женщины, я это наблюдал, когда их личные циклы совпадают, скажем так, биологические негативные циклы совпадают с этим периодом, как правило, люди очень часто заболевают. Почему? Потому что буквально последние дни перед новолунием это очень сильный упадок сил, ну, все затухает, как бы, скажем так, зима. Поздняя осень такая, середина зимы, я даже сказал, конец зимы, как бы по аналогии с таким сгоричным циклом, если сравнивать. То есть, когда все замирает, все затихает, и у нас, почему рекомендуется вообще вот заканчивать дела, то есть, буквально в последние три дня где-то до новолуния, хоть бы какие там супераспекты позитивные были, как правило, дело не развивается, оно схлопывается. Вот, поэтому один из таких вот, скажем так, правил, одно из таких правил, которому я рекомендую, ну, по крайней мере, использовать в своей жизни, чтобы быть здоровым, буквально за последние два-три дня до новолуния ни в коем случае не переусердствовать в чем-либо или в каких-либо делах, то есть не нагружать себя избыточной, скажем, физической нагрузкой, умственной. То есть, и так мы в это время, ну, скажем так, из последних сил как-то организм пытается там не заболеть, да, а если его нагрузить еще дополнительной нагрузкой, ну, иммунная система дает сбой. Вот поэтому, по крайней мере, это, кстати, каждый месяц происходит, поэтому даже если вы будете, уважаемые радиослушатели, вот в эти последние два-три дня перед новолунием себя беречь, то есть такой мини-отпуск, мини-отдых, ну, максимально по возможности, естественно, избегайте перегрузок в эти дни, потому что организм, как правило, если он ломается, ломается именно обычно, ну, больше, не знаю, процентов 70, наверное, 80 именно в эти дни. Вот поэтому, но есть еще болезни, которые не только вот вызваны, скажем, ну, просто перерасходом жизненных сил, да, которым, кстати, циклы вот новолуния, они объясняют эти болезни, а есть болезни, которые, причина которых кроется в голове, скажем так. Вот, почему? Потому что следует напомнить... Там кроются вообще все причины. Ну, в тонком плане, я бы так сказал, потому что надо понимать, во-первых, такие некоторые моменты, во-первых, мы вечные, это раз, другое дело, что мы тут периодически живем в разных телах, и... Приятно, приятно слышать от астролога такие заявления о том, что мы вечные. А почему так? Астрология, так она это объясняет, эту кармическую задачу? Астрология, она всегда была лженаукой. Вот, сжечь на костре, предать анафемию и распять. Я утрирую, я шучу, я это самое, да. Без сомнения, но если это наука, то наука сегодня полностью разделена с религией, к сожалению, и это означает, что конфессии, и некоторые как раз таки так интерпретируют астрологию, и так интерпретируют реинкарнацию, которая... А я не соглашусь, это не все религии, кстати. Вот, например, в буддизме там официально обучение идет у этих священников астрологии. Христианская религия. Ну, это да, это другое направление. Ну, надо сказать, ко мне тоже много обращается людей на консультацию по нумерологии, и я должен отметить, так сказать, с радостью о том, что когда спрашиваешь человека, как вы относитесь к теории Дарвина, ну, что человек произошел от обезьяны. С моей точки зрения, то же самое можно сказать, что он произошел от таракана. Совершенно одинаково. Но, тем не менее, есть точка зрения. А у нас, как вы сами знаете, радио, ну, и руководство радио не всегда согласно с высказыванием гостей в эфире, но в данном случае я с вами полностью согласен. Простите, я вас перебил по поводу вечной жизни. Вот, с этим многие, конечно, все-таки не будут соглашаться, но, тем не менее, так оно и есть, да. Вы знаете, это, как бы, не ставится задача, чтобы кому-то что-то доказывать, потому что подавляющее большинство людей, оно находится, ну, скажем так, никогда эту позицию, по крайней мере, ближайшие жизни свои, оно это не может вместить. По уровню своего развития большинство душ более молодые, скажем, более старых, их всегда меньшинство, по принципу пирамиды, если смотреть. И поэтому, ну, ничего удивительного в этом нет. Управляют миром тоже единицы, а большинство, как говорится, ну, есть большинство политковедным. Что я хочу сказать еще интересное, вот по поводу Дарвина, если вот немножко, ну, есть такой автор Белов, у него, кажется, теория антропогенеза, кажется, книга называется, и что-то в этом духе. Так вот он доказывает обратное, что обезьяны произошли от человека, что обезьяны – это тупиковые ветви развития прошлых цивилизаций человеческих. То есть, легко всегда оглупить, скажем так, чем, ну, за короткий срок всегда проще что-либо разрушить, чем что-то создать. То есть, вот даже вот мы растем, созидаем, там, ребенок, его надо зачать, там, 9 месяцев выносить, там, сколько там, до 18 лет растить, там, лет 30 он будет где-то учиться, и потом где-то там в середине он только что-то начнет жизни своей полезной отдавать. И как легко лишить жизни быстро любого из нас. То есть, разрушить – это всегда быстро и легко. А вот что-либо создать – это долго и поступательно. И поэтому падение, то есть, именно когда одичание человечества, вот, скажем, в обезьяну, ну, даже вот если по этой вот логике, оно всегда быстрее происходит, легко и быстро, скажем, чем, наоборот, от обезьяны, скажем так, человеку. Ну, понятно, в общем, деградировать намного легче и проще, чем эволюционировать. Так, вот, да, 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 так у него исследование есть на эту тему, это не то, что я тут выдумываю. У него есть, например, Майкл, просто кратко скажу, там, он исследовал этих, как они называются, бомжами люди, которые были такие, ну, там, тяжелые случаи, которые жили в лесу. И у него были примеры, что человек, вот, живя в таких ситуациях, когда у него, ну, вообще ничего нет, оказывается, покрывается шерстью, буквально за один год начинает там зарастать. То есть, защитная реакция организма начинает, то есть, волосы расти по телу всему. То есть, это его исследование, там он в книге пишет об этом. То есть, это не, ну, скажем так, не фантастика. Ну, то есть, всех лысых можно было бы отправить туда. Ну, там в экстремальных ситуациях человек, скорее всего, это растут такие ресурсы, то есть, когда включаются. Андрей, я не знаю насчет вот тех исследований, но я просто читаю ведическую литературу, и там описывается пути развития, пути эволюции. И на самом деле, когда геологи находят какие-то вот останки молекопитающих, останки там вот этих птиков, да, птиков, откуда идет вот развитие по теории Дарвина, это на самом деле калиюга, которая уже заканчивается. То есть, люди превращаются, про сути дела, в животных. То есть, они ведут себя таким образом. То есть, когда-то же были и сегодня, наверное, есть эти каннибалы, да? То есть, они ведут себя действительно как и животные. Ну, и на самом деле, к сожалению, вот в соответствии с этими источниками, так будет, в общем-то, и в нашей, в этом витке. Но нам еще, правда, до этого далеко. Мы находимся в золотой эре. Ну, а на самом деле, 427 тысяч лет осталось, там, 6,5, осталось до конца, до разрушения всего этого цикла. А потом будет созидание, и мы опять будем, попадем в сатью югу. Вот, тут много программ. Кстати, мы будем сейчас новые программы делать. Вот загадки истории, да? Загадки истории, они на самом деле как-то описаны все. Ну, давайте мы тогда вернемся больше в нашу тему, да? У меня такой вопрос. То есть, существуют какие-то глобальные циклы, мы это знаем, и у каждого человека существует, и существуют какие-то внутри глобальных циклов, какие-то, значит, там, ну, не знаю, ну, месячные циклы, да, к примеру. Так вот, можно в астрологии, существует раздел астрологии, который посвящен медицине. В принципе, можно увидеть людей, и, в общем-то, если астролог скажет этому человеку, не дергайся, дорогой, у тебя такой период жизни, а он начинает бегать по врачам, у него болит, у него ничего не проходит, и он ничего не может сделать, и лекарства меняет, и так далее. А наступает момент, проходит этот период, и, ну, как бы уже все начинает работать, то, чего не работало. Это правильно? Ну, не совсем так. Это, я бы сказал, что это не совсем профессиональный подход, потому что, когда любой транзит идет, ну, то, что вы описываете, это объясняет, то есть, когда, например, ну, грубо говоря, негативный транзит какой-то планеты идет, и у человека происходят проблемы по здоровью. Это не значит, что ничего не делать. Как раз-то любая планета в нашем гороскопе, это она играет роль учителя. И ее транзит говорит о том, что пришло время некому уроку. Ну, объясняем ее этим планетой, в том знаке, в котором она находится. Знак – это как декорации используйте, как сцена, ну, как бы вот дом – это сюжетная линия и так далее. А вот аспект – это, грубо говоря, урок будет грубо или ласково, скажем так, проходить. Ну, обычно болеем, когда грубый такой учитель приходит, скажем так, жесткий, точнее. Жесткие уроки даются по жизни, а мы, как правило, такие растения тепличные. Ну, я так образно говорю. Человечество, в общем-то, оно сейчас такое мягкотелое, с ленцой, и, естественно, что, когда урок, например, Сатурна идет, когда надо аскетизму научиться, каким-то самоограничением. Ну, кто хочет себя самоограничивать, когда хочется вкусно поесть, попить, погусарить, вот и так далее. Это же хорошо так, а приходит урок, и все. И человек, если он транслирует энергии не этой планеты, происходит болезнь. Почему? Потому что происходит космически, у него индивидуальная программа обучения, у этого человека, именно показано, что в этот период надо научиться терпеть, то есть, сама себя ограничивать, каким-то образом быть, ну, скажем так, заниматься, скажем так, дисциплиной и порядком, довольствоваться малым, скажем такими, а он гусары с дачи не берут, допустим, любят по такому принципу жить, да, все, будет болезнь, потому что надо в это время транслировать эти энергии этой планеты, которая в нашем индивидуальном гороскопе, она приходит с каким-то уроком. И вот как раз-то я к чему как раз и хочу сказать, что причиной поведения вот человека, которым вы там как пример показывали, как раз являются его психологические мотивы поведения, а психологические мотивы поведения описываются его гороскопом, то есть, скажем так, бизнес-планом на жизнь. И в этом бизнес-плане есть периоды, скажем так, белой и черных полос, то есть, когда, скажем, фартит, либо не фартит, да, там, и когда у нас удачные какие-то вот показатели есть, как правило, это способствует раскрытию неких талантов у человека, потому что человек гармонично раскрывает, скажем, энергию этой планеты, то есть, урок проходит по этому учителю, говорю, что учителю хорошо. А если у него негармоничное положение планеты, он или недолепее, у него начинается, скажем так, то есть, он не умеет, то есть, он не просто не знает, а его еще, как бы, усиленно склоняют обстоятельства неправильно принять решение. И у человека возникает комплекс психологической неполноценности. Ну, представьте, вот, всю жизнь у человека, например, там, обломы по бизнесу, да, или в любви, например, такую. Что он будет, как он будет это воспринимать? Но рано не поздно у него сформируется комплекс неполноценности, я какой-то не такой, меня никто не любит, никто не хочет замуж там за меня, либо там жениться там на мне, и так далее. То есть, и вот эта проблема, она, так как человек, ну, скажем так, занимается такой деструктивной медитацией, то есть, себя, скажем, внушает еще, кроме этого, свое подсознание, что у него что-то с ним не в порядке, то даже когда хороший уже период идет, хорошие благоприятные уроки, вот этот психологический комплекс, он не дает нормально проявить себя, и чем самым проблема усугубляется. То есть, здесь как раз вот надо понимать, что делать в этой ситуации. То есть, вот как раз не молчать, вот так вот, ну терпи, а надо работать над собой. То есть, когда идет тот же, например, негативный аспект того же Сатурна, который вот я описывал, урок самоограничений, который, почему ничего не делай, наоборот, надо научиться осознанно самоограничению. А не так, что он привык, там, например, мясо есть, там, не знаю, там, тоннами, а ему надо после молитвы сейчас, если так кратко, понимаете. А он не хочет этого. Ну, дорогой, не хочешь, получи ограничения. Вот. Что? Да. Ну, 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 все правильно. Я имел в виду не то, что, значит, ничего не делать, но просто есть на это причины, почему вот это все происходит и почему что-то не работает. Это, естественно, надо... А это уже спектакль, Майкл, почему происходит? То есть, есть урок, он, естественно, он как бизнес-план, то есть, такой-то партнер появился, причем вот Сатурн, даже когда он идет, если тему Сатурна, так мы рассмотрим, он... В нашей жизни появляются люди, описываемые этим Сатурном, то есть, люди, которые играют физически роль Сатурна. Это могут люди быть старшего возраста, это могут быть люди какие-то... Все, кто нас как-то контролирует, контролирует, либо ограничивает... Не обязательно какие-то там, скажем, налоговая инспекция какая-нибудь, хотя они тоже, кстати, по Сатурну проигрываются, а именно эти... Те, кто какую-то имеет над нами власть контролера. Грубо говоря, жена там, мужа контролирует, либо муж жену начинает... То есть, неважно там. Либо банальные, скажем так, козероги с водолеями, то есть, не обязательно люди старшего возраста. И эти люди... То есть, вот грамотному человеку надо наблюдать, потому что заранее, вот на та же транзитная петля Сатурна, она 10 месяцев длится. То есть, вот какой-то урок идет, он как утюг утюжит. Раз прошелся, директный, в ретроградной фазе, опять директный. И уже на горизонте, где-то перед этой транзитной петлей, уже маячит этот персонаж. То есть, он уже появляется. И зная свой гороскоп, допустим, ну, уже что в это время, например, ну, например, смотрите, такой пример, что вот Сатурн идет, негативный транзит, например, по пятому дому. Что это значит? Ну, допустим, там, сектор любви. Это не рекомендовано в это время романтические, скажем так, отношения, потому что они все будут заканчиваться отрицательно для этого натива. А он, допустим, привык всю жизнь, там, как-то, ну, не всю жизнь, там, предыдущие 7 лет, как минимум. Вот. То есть, вот разумно. То есть, здесь не так, нельзя сказать, что живи, как жил. Нет, наоборот, надо в это время самоограничить. А если хорошие идут аспекты, то, наоборот, будет упорядочивание, структуризация как-то. То есть, вот так вот. Так вот, я все про комплексы неполноценности хочу сказать. Так вот, надо вспомнить, что вот, согласно виническим вспышником, тело человека состоит из семи тел. И одно из них, то есть, физическое тело, это самое грубое, скажем так, набор костей. Есть такое грубое описание, скажем, биомассы, либо там, ну, вот этот батискаф, в котором мы живем. И разрушение этого батискафа не есть ни одно и то же. смерть, скажем, команды, или там, смерть управленца этого батискафа, правильно ли так даже. Потому что, если уже команда там сидит, то это уже какая-то, можно, как одержимость какую-то, или что там, когда коллективно в одном теле живут несколько сущностей. А так, в принципе, то есть, и вот эти тела, которые другие, вот идут, эфирное, там, астральное, ментальное, ложное, эгоистинное, параматма, это уже тонкие тела. И вот наш ум, он находится, ну, практически какое-то ментальное тело, эфир, четвертый уровень. То есть, оно, ум, он не живет в теле. То есть, ум живет и без тела. И, кстати, этому полно свидетельств. Есть книги по клинической смерти масса свидетельств людей, которые слепые были при жизни, умирали на операционном столе, выходили из физического тела и видели, какой галстук, цвет галстука у хирурга, о чем они говорят. То есть, ну, видят, слышат, думают, ощущают. То есть, это не связано с телом, просто в процессе, сколько нам надо жить, оно как бы, как матрешки. Это одеты эти тела друг на друга. И, кстати, матрешка, это и есть наглядное пособие строения человека. Вот эта русская вроде бы кукла. Она же не такая же кукла. Это эзотерическая такая тема, которая тоже, кстати, сохранилась сквозь века. Ведь сильный удар был с темных сил на эзотерические источники информации. И я, как понимаю, волхвы прошлого, они пошли по пути такому, что лучше что-то скрыть, сохранить для будущих, поколений, выставив на показ и высмеив. То есть, вот матрешка, ха-ха-хи-хи, там, посмотрите, она какая-то кукла, фактически, эзотерическое пособие строения человека. Карты игральные дали плебсу, они там, мужики, рубились в эти карты, а это же, извините, инструмент, ну, подобный Тару. а домино, это же те же руны, которыми вот там работяги после работы в советское время, какая у них была жизнь, там, цех, пиво, домино, сон, опять работа, ну, вся культурная жизнь в этом была. Надо еще вспомнить пожарников. Ну, и они сохранили эти, это же мантические, это мантика, это же вот эти инструменты по взаимодействию с тонким миром, и они были сохранены через это. Как это звучит, может быть, ну, странно, а вот, тем не менее, ну, в сказках тоже, как бы, многие сказки, особенно вот старые, русские такие, которые не новоделы, эти не, ну, погоди, там про зайца с этим, с волком, а именно вот древние, где вот описываются там и полеты на другие планеты и так далее, они тоже несут сакральный смысл. Ну, в общем, как могли, так светлые силы и сопротивлялись, и, в общем-то, можно сказать, что именно вот это дно, которое было там, сурового средневековья и так далее, когда эти инквизиции были, о которых вы говорили, в общем-то, сохранились эзотерические знания, и та же астрология, она сохранилась, и сохранится, потому что это наука, фундаментальная наука, причем, я считаю, что вот эра Водолея, она будет именно, во-первых, официальной, во-вторых, она основная, фундаментальная, то есть, на ее базе все остальные науки будут жить, она как бы по уровням, ну, скажем так, приоритетности, она идет, одна из самых основополагающих, то есть, это уже все другие науки, это производные от этого дела, если так это можно выразиться, и мне абсолютно, скажем так, все равно, что сейчас думают те, кто называет себя учеными, и как бы там в этой структуре рыбьи, эпохи рыб, они там, верят они в это, не верят, генетику тоже не верили, называли ее лженаукой, там, не знаю, какие-то репрессии делали тем, кто занимался этим, но время, а время это Сатурн, оно рассудит всех, и придет время, когда астрология займет подавающее место как точной, фундаментальной науки именно для человечества, и будут полеты в космос, идти по астрологической экспертизе, а не так, как вот, сколько мы примеров рассматривали, сколько неудачных пусков ракет, вот, мы даже в интернете вот с вами общались, даже в этом году было, именно потому, что не в то время запускают ракету, там, 100 миллионов долларов там убытков, ну, сколько консультации астролога стоит и 100 миллионов долларов убытков, это же не сравнить, это, ну, это просто, ну, как, не соотнести, но будут упорно наступать на грабли те министерства, либо те люди, которые, потому что такое время сейчас, человечество, правильно вы сказали, оно оглупело, то есть, это калиюга, когда деградация происходит человечества всего, и вот будут, ну, представьте, вот вам дать, допустим, миллиард долларов, а вы будете каждый месяц по 100 миллионов терять, вам будет, слушайте, так вы, чтобы не потерять их, надо не той дорогой идти, а в этот день делать, там, какой-то, что, это можно назвать это вменяемый человек, который там возьмет и профукает этот миллиард долларов, там, за 10 дней, нет, ну, я не персонально к вам, Майкл, я просто говорю, что пример, вот, именно о том, что так же и человечество живет, болеет, кстати, из-за этого, болеет именно потому, что причина, как я говорю, проблема вот здесь, в голове, то есть, в ментальном теле, а ментальное тело, если так кратко сказать, то причиной всех болезней являются психологические комплексы неполноценности, без, ну, есть еще кармические, как бы, болезни, которые имеют отношение, ну, скажем там, долг из прошлого, как я уже объяснял, например, вот дети болеют некоторые, такие, которые, вот ребенок родился, например, с какими-то проблемами, я это понимаю так, что у него в прошлых жизнях, у этой души, не у ребенка этого, а у того, кто в теле этого ребенка живет, то есть, там-то совершенно другая, как бы, существо живет, которое вечное, просто оно в разной жизни, как бы, разные батискафы, скажем так, обретает для того, чтобы здесь, в воздушном океане материального мира, как-то себя реализовать. Я уже пример рассказывал, а, например, он был каким-то, наверняка, потому что об этом, кстати, можно, есть астрологи, кто исследует прошлые жизни, а можно и самому вспомнить прошлые жизни свои и понять, где что было. И мы уже разговаривали про прошлые жизни, помните, почему не раскрывается эта информация всем. Я уже объяснял это, на мой взгляд, по двум причинам. Одна из них, чтобы свершилось, скажем так, воздаяние, чтобы мотив не избежал его, он может просто о чем, тут я, меня там обманут, допустим, замуж выйду или женюсь, а он меня кинет на миллион долларов. Я не буду жениться тогда. А надо, чтобы воплотилась какая-то душа, которая взяла генетику отца этой матери и выполнила свою миссию. И вот, если человек хочет, как бы не понимает и будет избегать эти уроки, естественно, ему не будут открывать эти прошлые жизни. И второй момент, это, как я понимаю, вот исследуя воины всевозможные, там, страдания человеческие, очень много жизни заканчивалось трагедиями нашей. И психически даже, я скажу, не каждый выдержит, пережив опять, ну, вспоминая, допустим, там, трагедии, вот, далеко ходить не надо. За прошлый век две мировые войны в Европе прошло, а кто в них погибал? Кто-нибудь другой но только не е? Ничего подобного. Это мы же, мы были участниками этих войн и погибали там, и кто-то в концлагерях сидел, и кто-то в плен, и кто-то коллегой был, и кто-то там предателем, кто-то героем там, и так далее, и так далее, и так далее. А не каждого психика это вынесет, опять это пережить. И поэтому не дается каждому, то есть, и все не дается вспомнить. Ну, опять, уже передача у нас была по прошлым жизням, но соприкасательно, потому что они, эти вот проблемы, они тоже могут нести, это называется врожденные комплексы неполноценности. Но опять же, они же причиной будут, чтобы человек, допустим, наступил на грабли какие-то, у него должно быть неправильное мышление. То есть, он как-то ошибочное должно у него мышление быть. Поступки ошибочные это его мышление, скажем так, формирует. А раз так, то следствие идут болезни. Ну, например, одно из таких вот фобий, это даже не фобия, я бы сказал, а именно таких пунктиков психологических, обида. Вот обида, это человек, когда обижается, вот это, в первую очередь, вредит себе. Вот сразу надо понимать, что обида это опухоль. То есть, вот, причем опухоль не у того, на кого обижается человек, а у него, у того, кто обижается. А почему обижается? Потому что он я честный, это не честно. Я, типа, за что? Я, типа, такой хороший, а ни за что? А ни за что не бывает. Всегда все в высшей степени справедливо. Вы знаете, я хочу добавить тоже, что я уже неоднократно говорил, и многие знают, о том, что мы посещаем такое место, которое называется духовный госпиталь, и где живет и работает в течение многих лет, ну, чуть ли не 50 лет, его зовут Джон от Бога, Джан от Гад, и там... В Южной Америке где-то, да? В Бразилии, в Бразилии, да, там гористая такая местность, и там маленькая деревушка такая, и туда уже 40 лет, он работает 50, но 40 лет находится примерно в этом месте, и туда приезжают люди со всего мира. Они приезжают туда для того, чтобы ищут исцеление, потому что там происходят как бы чудеса. Ну, не будем вдаваться в детали, как это все происходит, но одна из рекомендаций, можно сказать, главная рекомендация, это как раз таки, вот, в свете того, что вы только что сказали, о том, что человек, который обижается, имеет раковую опухоль. Вот там, скажем, раковых больных, но это как, скажем, насморк, то есть, там 90, наверное, с чем-то процентов, поскольку это все-таки такая болезнь, которая пока еще, как бы, официально не лечится, и туда очень многие приезжают, с разными стадиями, конечно, и вот, одна из рекомендаций, это не то, что простить, простить, это первая стадия, полюбить своего врага, и речь идет о душе к душе, потому что других вариантов нет, стать душой. А понять, что он учитель нас, вот в чем надо понять. То есть, он нам навредил, потому что тогда, когда он вредил, был транзит некой планеты, ну, например, того же Сатурна взять, да, и этот человек описывался в нашем периоде жизни, ну, в его, того человека, именно как урок на самоограничение, на какие-то, ну, и так далее, и так далее. А человек обижается, ой, он меня ограничивает, все, я на него обижусь. Понимаете? Я понимаю, и как раз таки, там не просто вы туда приезжаете, там вас кидают, там вас оставляют, нет, там находятся люди, которые гиды, их называют, эти гиды не назначенные, они не дают... то волонтеры какие-то... Аппликейшида, это не волонтеры, волонтеры само собой, ты имеешь желание волонтер, но ты должен обладать качествами, которые видны только ему, то есть, это называется блест, благословленные гиды, и там довольно строгая процедура, как мы это получили, то есть, мы являемся официальными этими гидами, и как мы получили, мы писали письмо, это письмо нужно кто-то, должен принести один из приближенных, скажем, лиц, ну, помощников, будем так говорить, он смотрит на это письмо, он ни слова не знает, ни по-английски, ни по... тем более по-русски, естественно, ну, там же энергия, там же не письмо, и фотография, и причины, и он смотрит, и если он сопоставляет, и эта энергия, она для него понятна, то тогда он говорит, да, можно, или он говорит, нет, нельзя, и других вопросов нет, никто не обсуждает, почему, никто не задает вопросов, все это понимают, те люди туда, которые приезжают, и которые хотят стать гидами, а хотят стать гидами, это не бизнес, хотя, естественно, это стоит деньги, поскольку, ну, энергия, она должна каким-то образом возмещаться, но, это помощь, это помощь, и объяснение людям, именно, вот то, что вы сказали, болезнь, это и есть урок, который человек получает, потому что он что-то сделал не так, а дальше технические, скажем так, я это называю, технические данные, и как это все происходит, естественно, астрологи, это знают, естественно, они нам дают возможность с этим разобраться, более того, я даже сам как бы по нумерологии, правда, немножко и в астрологии разбираюсь, но я сам это вижу в карте, вот у меня вчера было несколько человек на консультации, и я им сказал, они все это абсолютно 100% подтвердили, что им надо было бы делать, как им надо, вот эти энергетические тела, вот эта матрешка, то, это центры, а вокруг нас вот эти вот есть, действительно, очень мне нравится вот это сравнение с матрешкой, это действительно так, и есть аппараты специальные, есть такое понятие чакры, и там, кстати, в этом госпитале есть такая установка, она называется фотохромная энергетическая, будем так по-простому говорить, установка, которая подключается, значит, к источнику питания, и проходя через кристаллы с определенными вибрациями, начинают, ну что ли, условно говоря, еще раз, такого нет понятия открывать и закрывать чакры, ну, условно говоря, мы привыкли таким термином, открытие вот этих чакр, и ребалансировка вот этой энергии, которая, а чакра это центр энергии по всему телу, вот это очень интересный момент, но опять же, а люди же этого не знают, у них что-то заболело, во-первых, они не знают понятия ни о транзитах, ничего, им это, там, скажем, не вдомек о том, что есть люди, которые это знают лучше, чем они, они заболевают, каким-то образом идут к врачу, врач тем более понятия не имеет ни о тонких энергиях, ни о чакрах, а тем более о высших материях, типа, простите, там, полюбить своего врага, но вот это тот момент, я просто еще раз в тему об этом говорю. Андрей, это все очень интересно, это все просто потрясающе, то, что мы с вами об этом говорим, и как я уже неоднократно отмечал, я очень рад о том, что западные астрологи об этом говорят, вы в частности, не все, естественно, потому что это восточная философия, все-таки, в большей части, западный, он в материальном мире живет, если можно вставить, Майкл, во-первых, по медицине, я хотел, как бы, первую часть я сказал, что психологический комплекс неполноценности и причина, а следствие, это уже проявление на физическом теле, потому что оно самое, скажем, последнее стоит в этом, и, к сожалению, я сам медик, кстати, то есть, я работал и на скорой помощи, и в урологии, и в терапии, то есть, как бы, не, то есть, человек, который имеет к этому отношение, ну, имел, по крайней мере, еще, причем даже в советское время еще имел, то есть, это еще с тех времен, но я хочу сказать, что сама эта ситуация, именно связанная, то есть, с лечением, так называемых болезней, она, это уже последствия лечит, это уже оккупирует, скажем, зубную боль, а не ее причину, скажем, почему она возникла, и так далее, то есть, вот у вас там заболело, вот, например, в урологии, там, камни пошли, что делать, два есть, либо их вырезать, либо там уколоть баралгином, ну, в советское время надо было, там, насколько я помню, спазмолитика какого-то, да, да, а почему они возникли, ну, вырежете, через год у него опять камни появятся, там, и так далее, там, ну, причина возникновения, это камни, это, официальная медицина это не лечит, она лечит следствие, то есть, как уже избавиться от этих камней, раздробить их там, или как-то что-то еще сделать, это боль купировать, почему там возникли, почему они возникли, нету, также и желчный пузырь брать, и другое, другое, то есть, ну, любые какие-то патологии, которые у человека возникают, это так, это раз, а во-вторых, по поводу западной, скажем так, традиции, а я вам скажу, что это не западная традиция, потому что, я, в общем-то, начинал учиться у Павла Павловича Глобы, Павла Павловича Глоба, ну, немножко его так, дань отдам своему учителю астрологии, первому, по крайней мере, учителю моему, что он-то, персидская у него традиция, которую он называет авистийской, а она находится как раз посередине между западным и восточными, скажем такими, духовными центрами, она как раз находится посередине, и в персидской астрологической традиции как раз совмещены, скажем, как эзотерические вещи Востока, так эзотерические вещи Запада, но Запад и Восток крайности проявляются в том, что если вот, восточная, скажем так, индийская вот эти традиции, они очень зацик, скажем так, лунная больше энергия, а Западная больше солнечная, то есть если классический пример какого-то там гуру йога, которому ничего в материальном мире не надо, он там будет в одной этой челме сидеть и с этим набедренной повязки, то наоборот, в этой Западной там культ тела, культ, то есть там уже больше интересуют вопросы, а как начать бизнес, чтобы удачный был, успел, к какому йогу там начало бизнеса в голову не придет искать дату элекции, но разные полюса, и так, кстати, сложилось, что то место, где мне суждено жить, и вот как бы я здесь присутствую, оно хочешь не хочешь между двумя этими полюсами, и будет всегда совмещать обе культуры эти, ну, у России такая, скажем, мистическая, я так понимаю, миссия может быть, либо у этноса, правильно сказать, у этноса, который здесь живет, не, потому что государственные образования, они пройдут сто лет, уже будет не Россия чем-то другим называться как-то, вот, и так далее, а этнос будет оставаться один и тот же, и здесь как раз суть-то заключается в том гармонизации, скажем, инь-ян, то есть вот этих начал мужского, то есть если женское начало преобладает в восточной традиции, а мужское начало преобладает в западной, поэтому то есть удивляться нечего здесь, просто на самом деле она не, у меня не чисто западная традиция, потому что в чисто западной традиции, там, например, не используют белую луну, ну, если так, то есть они вообще как-то этого нет, либо какие-то вот эти вещи, то есть я уже не говорю про мистический подход мистерии борьбы добра и зла, то есть там вообще этого нету, то есть там как бы просто, ну, такая вот тема, сейчас не буду, скажем так, просто это факт, она просто культ внешнего, культ физического, как бы материального среза такого к жизни описывает. это и понятно, все-таки мы родились на той территории, которая диктует нам совсем другие правила, мы не можем стать индусами, индусы не могут стать нами, но какие-то, скажем, кооперироваться можно, нужно, да, нужно, да, ну, то есть вот у меня есть такое желание, точнее, я бы сказал, было бы желание, будет и возможности, то есть я, как бы, имея образование и там, в Большом Союзе, я все-таки живу здесь, хоть и на Западе, но совсем другое здесь образование. А ставили эти места туда, значит, там надо быть, то есть, то место служения, вот и все. Без сомнений. Потому что это тоже мать-земля наша, это что, другая планета, что ли, какая-то, Соединенные Штаты? Это тоже место, где надо, Майкл, какой-то подвиг совершить духовный, наверное, там ассимилироваться на этом месте достаточно непросто. Но, тем не менее, мы сейчас говорим об образовании, о информации, я бы так сказал, потому что образование по-разному все воспринимается, то есть, элементарная информация, она сегодня восприминается, то есть, ум и разум, это две абсолютно разные вещи. Да, это тоже. но воспринимается это все, как-то все, вот он умный, он профессор, профессор это, во-первых, должность, но дело не в этом, а вот там на Востоке совсем другой подход, скажем, медицина здесь, медицина здесь, а аюрведа там, я был знаком с очень известным человеком, очень интересным человеком, который образовывался на Западе, имел западную, я говорю про Игоря Ветрова, Игоря Иванович Ветрова, который был руководителем, хан в Антаре был такой, вот, он есть сейчас еще, институт, аюрведический, будем так говорить, и он образовывался там и там, и он об этом, мы часто с ним на эту тему беседовали, очень интересные были беседы. Андрей, у нас остается не так много времени, так что у нас уже на три части не хватает, первая сейчас заняла две части, давайте немного поговорим через неделю, буквально через неделю, 8 числа конкретно, состоятся, а там же выборы будут как раз, выборы, у нас вчера был день открытых дверей по какому-то там определенному направлению, и пришла одна женщина, англоговорящая, она пришла и говорит, Майкл, радостная такая, я говорю, а что такая радостная, что это, она говорит, Трамп завоевал столько там, рейтинг такой, он так повысился, у Хиллари там открыли, опять открыли с этими имейлами несчастными, сколько можно обсуждать эти имейлы, которые, вот, но опять же, это все политика, все политика, и вот как это все идет, я говорю, тебе-то какая разница, зачем тебе этим, а она показывает мне эти смартфоны, это там все, там я являюсь в группе поддержки, там какой поддержки, ну, короче говоря, это, знаете, это как, мы должны защищать родину, а кто на нас нападает, зачем нам защищать родину, и защищать кого-то, они нас все просят, нам надо защищать, там устанавливать свои, там, ну, неважно, так вот, что, сейчас меняется какая-то ситуация, какая-то обстановка, да, кстати, и позвонил мне один мой знакомый, говорит, ну, невозможно, по всем показателям, ну, не может он быть президентом Трампа, ну, не может он быть, но такое впечатление, какие по телевизору показывают, ну, естественно, да, то, о чем он говорит, как он это говорит, полный экстремизм, и, но тем не менее, вот уже от разных источников, я слышу о том, что, вероятно, он может и стать президентом, по моему прогнозу, он и станет президентом, мы посмотрим, в вашем прогнозе, это мы знаем, да, это действительно так, да, он должен стать президентом, не должен, но прогнозируем, что, вероятно, победа, по прогнозам, совершенно верно, за ним больше шансов, что-то, что-то меняется, на небеслоне, сейчас, в этом плане, или уже, ну, я хочу добавить, кстати, потому что мне в личку тоже пишут, я многим не отвечаю, но не успеваю, просто много вопросов, вот именно в панику люди впадают, некоторые, которые говорят, вот, Андрей, ты прогнозировал Трампа, а там такое, там у него падают эти рейтинги, это все спектакль, то есть я уже в прошлой передаче, я фотографию нашел этого Трумина, с газетой, в которой публикован его проигрыш, вы тоже все говорили, что Трумин не пройдет, там уже даже напечатали в газете, то есть вдумайтесь, насколько самоуверенность была, что там это, поздравляю с победой его, этого конкурента, и бац, Трумин президент, у нас, в ютюбе, там был комментарий на этот счет, тоже одна дама, ну, вот, насчет Трумана, и то, кто стал президентом в итоге, то есть аналогия проводится, вот, да, нас слушают, дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы нас слушаете, даже и в записи, это замечательно, поскольку мы работаем на вас, и это означает, что когда вам удобно, тогда вы и слушаете, то есть программы записываются, выставляете, выставляете. Да, сейчас такие технологии, сейчас шикарно, потому что мы вот так общались, в Советском Союзе такое вообще невозможно было, чтобы я с Америкой общался вот так, да еще практически бесплатно, видеосвязь, то есть это ни телефонные, ни телеграммы никакие, да, сейчас надо использовать новые технологии, вот, по большому счету, для самообразования, то есть когда мы можем, не выходя из дома, посмотреть музей какой-нибудь, на другом континенте, посмотреть, обучиться там дистанционно чему-либо, каким-то новым знаниям, это надо ловить момент, пока это есть, потому что, как согласно законам Земли, ничто не вечно под Луной, то есть когда-то наступит время, что этого не будет, потому что у всего, что есть начало, есть конец, то есть вот так просто прожигать жизнь, там, грубо говоря, смотреть какие-то развлекательные каналы, больше ничего, это глупо использовать, вот такое вот времяпровождение. Вот то, что сейчас происходит событие во всем мире, они происходят события такие, не только, скажем, политично, политическом небослоне, потому что будет трясти, трясти, перетрахивать, как говорит Александр Рыгорович, перетрахивать, будет все, да, значит, то есть будет все тут, вот допустим, я не знаю, недавно смотрел, в Москве что, снег идет? Да, у нас снег, он идет, ну, да, а что снег? Ну, ну и градусов, снег, даже, ну, я не знаю, как бы, ну и градусов, он слякотно, там холода нет такого сейчас на улице, я понимаю, ну снег тоже, да, вот у нас, как бы, теоретически мы зимой находимся примерно, у нас было как в Сибири, даже холоднее, чем в Сибири там какой-то был год, несколько лет тому назад, но сейчас вот катаклизмы такие, что у нас сейчас, сейчас погодные аномалии очень усилились, сколько, под 70 градусов, это сколько, ну, за 20, то есть это примерно 21-22 градусов тепла, по Цельсию, то есть еще, ну, просто чтобы народ понимал, о чем мы говорим, да, по Цельсию, да, то есть, как бы, ну, понятно, что, ну, еще деревья, еще зеленые, так вот, в том-то и дело, что листья еще не опали, то есть, это говорит о том, что еще потепление должно быть, это раз, я вот был как раз вот в Сибири месяц назад, и там точно такой, как у нас вот сейчас, здесь вот в Москве, вот то же самое было в Новосибирске, вот в Новосибирске было месяц назад, ну, не месяц, числа где-то 10, вот там снег выпал как раз первый, где-то 8-10 числа октября, и листья не опали, там куча деревьев поломанных было, потому что мокрый, он ломал, вот, ну, я вот смотрю просто вот одинаково, то есть, насколько вот Москва от Новосибирска, на 20 дней по погоде отстает, скажем так. Ну, хорошо, значит, Андрей, ну, наша программа уже подошла к концу, до... Мы начали немножко позже, еще у нас есть 8 минут. Серьезно? Ну, давайте тогда на ваше усмотрение. 7 минут. Да, на ваше усмотрение, ну, еще может быть финансовое, да? Давайте, да, я как раз посмотрю. Кстати, вот сейчас, ну, опять же, это не пророчества никакие, это просто мы рассматриваем, гороскопы центральных банков и сравниваем, у кого из этих банков на этот, кстати, на период выборов, какие показатели. Любопытная есть информация. Вот если мы посмотрим на ЕЦБ, то есть ЕЦБ, это значит евро, да? Европейский центральный банк. Евро, усиление идут, хорошие показатели, первую неделю ноября. А у ФРС, то есть это доллар, у Федеральной резервной системы, у него хорошие показатели идут после 8 ноября. То есть, но плохих нет как бы до этого. То есть, можно предположить, что сейчас эту неделю вероятно рост евро, но, кстати, вот до следующей нашей передачи. А вот после как раз выборов усиление доллара идет сильное. Вопрос к чему это? При каком, ну вот, вы просто там живете в Америке, при каком кандидате доллар будет расти, а при каком он будет падать? Это как бы известны уже такие, ну, косвенные, скажем так, показатели. Вот. Вы знаете, я технический аналист. Меня совершенно не интересует и не волнует, кто будет в этой связи. Я имею ввиду. Доллары, евро, паунд и так далее. То есть, я смотрю на график, и я вижу, куда графики идет. Я вижу фундаментальные. Фундаментальные, еще раз, я не фундаменталист, я разбираюсь в этом, но не хочу, я не могу быть и там, и там. То есть, существуют универсальные законы, вы их знаете лучше, даже чем я. Существует цифра Фибоначчи, числа Фибоначчи. То есть, это очень серьезные вещи. Их никто не открыл. Леонардо Фибоначчи в 11 веке просто нашел соответствие между числами и расстояниями. Я технический аналист, и я обучаю именно в связи с этим. То есть, это сакральная геометрия, это вот эти вот вещи. Значит, о чем идет речь? То есть, если мы, если мы говорим уже, отвечая на ваш вопрос, если у нас Дональд Трамп является тем самым экстремистом, тем самым совершенно непонятным и невероятным человеком, от которого можно ожидать все, что угодно, то тогда, если он приходит к власти, совершенно непредсказуемо, что может быть. То есть, это может быть, многие считают, что будет война, ну, война не такая, может быть, которая была, когда там Первая, Вторая мировая война, но какая-то война может быть. Это означает, что доллар будет укрепляться, потому что это твердая валюта, во всяком случае, в Соединенных Штатах и за пределами, пока еще, пока еще. То есть, по моим техническим анализам мы идем вверх, доллар имеется в виду, идет вверх, и он уже приближается к 100, то есть, сейчас 98, то, что я вижу, сейчас с половиной, фунт будет лететь вниз, то, что я вижу, и достигнет 1, 18, 1,17, сейчас 1, 22, там 2, вот то, что я вижу, 1,21, 50, евро будет тоже идти вниз, и будет, в конце концов, 1,05, 1,04, а если доллар перешагнет через 100 и будет 100, 105, 108, это означает, что доллар перегонится. Время близко, когда они выравниваются, это время близко, что может уже происходить, скажем так, перезагрузка финансовой системы, перезайти в это время, то есть, пока косвенный показатель, пока валюты не выравнивались к доллару, дефолт долларам ожидать не следует, ну, вот, кстати, ко всем прогнозам, если там. Поэтому многие задают такой вопрос, я пытаюсь на них ответить сам, поскольку я, так сказать, в этом разбираюсь, то есть, что можно ожидать? Прогноз, и там, и там прогноз, только вероятность этого прогноза достаточно велика, если мы проходим один уровень, мы идем к следующему уровню, вероятность этого очень высока. Так вот, ну, скажем так, падение доллара до конца года и до начала следующего года вряд ли можно ожидать, вероятность очень низка, то есть, будет всплески, это понятно, но кто бы... Но я хочу про прошлую неделю, про следующую неделю я говорю, я как раз говорю сейчас, про ближайшие даже две недели, то есть, здесь тренд такой, евро на этой неделе усиливается, а доллар усиливается, вот, на следующей неделе, сразу после выборов, с 8-го числа по 15-е, показатель укрепления, ну, короче, для, по гороскопу Центробанка, доллар, у него позитивные показатели идут, то есть, значит, мы можем предположить, что сейчас, в некоторую роль, вот эту неделю, возможно, какая-то коррекция, может быть слабое укрепление евро быть, в течение недели, а вот именно сразу после выборов, выселение доллара идет, причем в течение недели, где-то вот такой тренд, до 14-го числа, где-то. Я могу, я могу с этим согласиться, я могу с этим согласиться, за исключением, то есть, есть какие-то промежутки, которые я вижу по графикам, ну, наверное, сегодня, завтра, послезавтра еще будет, но потом будет падение, то есть, конец недели будет все-таки, уже начинаться будет падение евро, имеется в виду, и доллар пойдет, соответственно, идет, пойдет вверх. Я думаю, как раз до выборов, мне кажется, как раз они будут ждать итогов выборов, и по итогам выборов, он сразу пойдет вверх, как только будет уже инсайт известен, кто победит уже. Да, но самое интересное, мы об этом уже тоже говорили, то, что произойдет после, то есть, понятно, но есть такие прогнозы, мы сейчас говорим о прогнозах, которые говорят о том, что, ну, появится третий человек, то есть, вот как раз таки, да, президент, Я думаю, что вряд ли что появится уже, тут уже к нам может появиться, уже неделю осталось, уже какая избирательная компания. Не, 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 имеется в виду другое, избранный президент не останется избранным президентом, что-то будет. вот так вот, то есть, он победить на выборах может, но инаугурацию не пройдет, да? Вот есть такой прогноз, что между выборами и инаугурацией что-то может произойти, которое в однике не ожидается. Ну, да, там есть у него, ну, посмотрим, ну, посмотрим, показатели на день инаугурации, у него показатели день обретения славы, именно в этот день сильные у Трампа, поэтому, ну, переболеет там какими-то болезнями, а потом все равно, мне кажется, живой будет, наверное, то есть, поживем, поживем, как говорится, увидим. Мы с вами встречаемся прямо накануне вывода. Да, мы как-то, седьмого числа, мы с вами встречаемся. это как-то, седьмого, 16.0. К тому времени уже рейтинги, так будет понятно, но, конечно же, на 3-й, в Питеру встретимся. Очень шикарно, да. Я недавно разговаривал со своим сыном, который сегодня находится на территории Украины, он мне заявил, я еще, не знаю, когда, давно сказал, что победит Трамп с большим преимуществом, чуть ли не в 70%. Ну, вот, посмотрим, молодое поколение, которое прогнозирует, откуда он это взял, я не знаю. Вряд ли, с моей точки зрения, вряд ли, но посмотрим, поживем и видим. Во всяком случае, сейчас вот такая тенденция к тому, что действительно все возможно. Майкл, еще хочу сказать. Да. Все сказали уже, или просто перебил. Да, да, давайте только у нас уже... Ну, кратко, еще понимаете, еще вот это, поймите, что выборы, это всегда ставки и большие деньги. И тот, кто хочет победить, скажем так, ну, заработать на этом, он, его задача вовлечь максимальное, скажем, количество оппонентов в проигрышную кандидату ставки поставить. А эти оппоненты, вот мы когда, вот в трейдинге, помните, есть люди, которые, образ Сатурна, то есть, такие, скажем, их процентов 3, ну, вот как вы, такие, знаете, выдержанные, то есть, неэмоциональные. И есть, скажем, большая масса лунариев таких, которые, новость вышла, они продают валюту, хотя она уже поздно, уже кто уже заработал, уже давно узнал, первый инсайдер эти узнают, там, не знаю, еще до публикования новости знают, что уже она будет. А эти уже узнают, когда в средствах массовой информации, уже поезд давно ушел, и они всегда сливают депозиты, понимаете, то есть, их много, с маленькими депозитами, но они все время в проигрыще. А выигрывают, то есть, зарабатывают, как раз вот эти 3% сатурнианских типажей, которые, что значит Сатурн? Это терпение, отсутствие эмоций, выдержка, точность, профессионализм, и, ну, не то, что отсутствие, там, совсем этот быть, но человек, который не паникер. То есть, вот лунари, а не паникеры, как правило, а сатурнианский типаж, он как раз так, он умеет ждать, терпеть, и получать награду, именно благодаря этим качествам своим. Хорошо. Хорошо. Андрей, да. на этом мы должны закончить нашу программу. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, видео, YouTube зрителей, мы с вами должны попрощаться. Благодарим вас за то, что вы были с нами в эфире. Андрей, вам большое спасибо, как всегда, очень интересно. Обращайтесь, кто хочет побеседовать с Андреем Бухарином, профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы. Пожалуйста, обращайтесь или к нам, мы вас перенаправим, или, вот так сказать, напрямую к нему. И это всегда информация полезна, и она дает возможность что-то изменить в своей жизни, или перестроиться, или перенаправить туда, куда надо было бы. И для этого и существует эта информация, которую дают люди, которые в этом разбираются. Хорошо, тогда... Благодарю, Майкл, за теплые слова. Общаться. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за тоже участие в нашей радиопередаче. Наилучшие пожелания вам здоровья, прорабатывать свои психологические комплексы, и будьте здоровыми, потому что здоровым теле, здоровый дух. Спасибо большое, прекрасное пожелание, ну и до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова